Если вас судьба злодейка, не дай бог, свела с искусством, показала на картину и просила оценить, не пытайтесь разобраться и искать каких-то смыслов. Лучше бегло посмотрите, что на той картине есть. Если там луга и солнце, Аполлон и Артемида, или дама в дивном платье, или дети и цветы, значит это сделал мастер. Например, настоящее искусство. Можно говорить спокойно, ах какая красота! Ну а если там уродцы, пасти, гвозди и квадраты, или ужас между ножья, не прикрытое ничем, это мерзко и противно, значит не искусство вовсе, значит надо это спрятать, не позорить род людской. Если кто-то вам расскажет, что искусство можно видеть, углубляться бесконечно и читать его язык, ни за что ему не верьте. Это все, конечно, враки, эти мысли. Лишь художнику понятно, что он там имел в виду. Если вы однажды в ленте вдруг увидели картину, по которой кто-то пишет свой анализ и разбор, аккуратно объясните, что главнее всего, конечно, будет ли картина к месту в вашей спальне на стене. Ну а если вы немного разбираетесь в искусстве и спокойно отличите, где мане, а где мане, укажите непременно человеку на ошибки, пусть он сразу привыкает свои мысли фильтровать. Если вы вчера узнали про прекрасную картину и хотите свои мысли достоверно описать, вам нужны слова такие «Вау», «Огнь» и «Просто бомба». Остальное все нюансы, бесполезны и совсем. В глубину копать не нужно, ведь никто не любит знаек, и любая мысль должна быть не длиннее пары строк. Так что вместо слов «считаю» ограничьтесь словом «мощно». Это самый лучший способ быть в искусстве знатоком. Предположим, вы решили посетить музей с подругой. Не спешите, подготовьтесь, с пользой время провести. Разомнитесь, вам ведь нужно обижать 15 залов. Ведь не зря же их 15, в каждый надо заглянуть. Не забудьте сделать селфи перед всем, что есть в музее. Чтобы профиль, анфас, и картина, и окно. А потом все эти селфи публикуйте в Инстаграме, и с эклером, и с буфета, и с картины, и с окном. Пусть друзья и незнакомцы знают, с кем имеют дело, и как выглядит культурный, просвещенный человек. Человек.